чек-то этими уже написал господи так тупая утка тупой орел сразу собью хочет этого лет ладно побаловались и хватит шкуры легендарного оленя так что надо т поехали на т тискань быстрое перемещение просто по одним тем же а при рим как-то не особо хочется гонять было прикольно нажал на локации такой иди туда жизни кончать слышь лошадь чуть еще дать на яблок сажи доскачи ты скачи просто у зайчик ненавижу это сохранение авто вообще не в тему через гору просто максимально коротким путем архары бегают какие-то даже не уверен будет ли у нас спуск но по крайней мере куда мы сможем заехать туда мы заедем а сейчас я тут не такого что в край карту брось да вроде нету какая-то горная тропа есть я вижу понял лошадь господи где ты там ну давай тупая лошадь ты не можешь заехать тут не такой же большой наклон а лё ты издеваешься нет ты да и ты издеваешься вон жалень бегает типа что . какая-то где подняться не могу ну капец и куда мне теперь ехать гору проехать не смог вот чё за стой туда тоже дать могу да закрыли проход чё сказать открыться объезжать он жив не просто нужен свидетель чтоб знали что я плохой что ты дернишь ешь ложь на тет допинг на спину прям на тетя допинг на спину прям с и фигасе он хотел с одной руки мне снять так статья хэсэ это кто чё за хэзэ хэзэ о опять он не только не рыбалка только не надо мне рыбалку фак интересно лошадь мне тоже сдохла это все из-за рыбалки ненавижу рыбалка видите с ней всякие проблемы нет лошадь жива но она профукала все что могла упасть о нет вот моя шкура все же что упали на этот с камней с кем не бывает так стой чё тебе даст самый хорошо исполняемый ну и все господи ди лофт блин да если он не опять отправить на рыбалку я убью его не кто-то скажет забей не выполняет от креста не могу он же дан значит надо выполнить спросите кому надо вот это верный вопрос давай потихонечку помаленечку да расслабься конь я уже так ездил пишешь там что кто фалит господи как тебя забанит а зал докопался до меня бисит вообще что еще не пишешь значит все меня бесят еще играть не успел начать уже бесят лошадь давай я тебя мою расслабься у меня шкура не слезет не слезет что чувак хотел рогу дать не или че артур заходи ты говорил что мы можем сходить на охоту так есть последнее время ну хоть нормально меня проследует огромная волчица но она может подождать давай поговорим а так чем ты занимаешься я ну я странник родился на севере но много времени пробыл на западе я никогда не считал себя странником трупов было столько что можно чутье с глазами можно было не касаться земли ногами плохое было время это да хочешь еще кофе да пожалуй что это у нас вон она там она испытывает наше терпение ну же ой дай мне снайперка сниму я сейчас выстрел отсюда в глаз ну же за мной да это странно когда вся страна была дикая они могли гулять где вздумается а теперь они прячутся в немногих оставшихся нетронутых уголках знакомое ощущение это страна не для диких животных и не для диких людей по крайней мере сейчас а быстрее сюда наверху вон там видишь ее нет ладно я с тобой мы идем по следу ну же ладно я это его учиться зато надеру черт я ее не вижу давай поднимемся на вершину и осмотримся короче только тебе дай полазь по холмам что тут у нас кровь уже застыла возможно сейчас глянем по-моему это медведь это был ее ужин ага а че волчица одна разве они же должны стаями шариться куда она делась куда она делась ого это ее место я бы сказал что она пошла куда то туда тут сила прорвать их куда то туда в этом все и дело вон наш то это нам вдруг затеяла дай я сниму ее я в нее всадил тупая скриптовая сцена заскриптованная мне вообще никого выбора не дали ой да ладно че ты сразу кашляшь он лошадь напугал да хватит кашлять на лошадь тоже ешь она отправлять по ходу к лесу и че я скачу придется высадить его в этих зарастях тут нужно пешком ну а я тут убил гризли идем мальчика валить волков ты куда лошадь правил что ты идешь вперед ну в виде идите по следам так и типа иди по следу я за тобой господи только следы блин я хотел за ним идти она украла курицу куда она пошла это не она была да давай где ты господи помоги это засада была от волков ты жив я аж был готов полностью и безвозвратно не думаю что волки бы нас пощадили вот это была засада настоящая западня проклятие сюда сюда а че на меня то пошла вон она походу узнал что я круче да ты жив да черт здоровый гад это было все кажется да посмотри на него великая тварь опасная тварь они привели нас сюда так что похоже но да и похоже что охотились на меня возвращаемся в хижину нет еще рано пока побуду здесь освежу из двери тогда я еще ну и скоро вернусь да надеюсь что я тоже ну зачем надо скоро встретимся не за что спасибо давай удачи заходи если что зайди ко мне ну потом подожди вот возьми шкуру спасибо да мне нафиг не нужно ты заслужил прощай мне девать то некуда ну охота хоть и интереснее честное слово чем рыбалка рыбалка это просто самое убогое занятие если ну грубо говоря ради пропитания это делать это да ну просто есть же что то надо именно если развлекаться то хуже этого занятия даже не знаю что может быть какое может быть развлечение и рыбалка этаж не знаю какой то садизм сидишь ничего не делаешь че это было ну это мое мнение ну есть люди которые любят рыбалку не могу понять почему не могу понять почему но это дело каждого не за что мне погрызли убери пока его убери пока его чёрт чёрт не умри опять давай господи лошадь что с тобой тут небольшой пригорок на чем упало то в медведь какой то змея не знаю Интересно, если с этим чуваком военным какая-то еще история будет? Не знаю, рыбалка была, охота была, что мы теперь должны бандитов убить? Ну, по этапу на колени или крокодила сужать. Войди сюда. Это Артур Морган, ребята. Что? Что? Полегче с этим зельем. Ну, а это там играется, сидит. С чем играешь? С лошадкой. Эти все думают, кто крыса. Вы все равно не узнаете. Господи. Так, я, я, я. Снова уходишь? Да, ухожу. Я скоро вернусь. Возможно. В смысле? Ну, на твоем месте я бы тоже исчез. Всему этому уже конец. Ну, я вернусь. Нет, не вернешься. Давай уже не притворяйся. Убирайся. Я буду скушать по тебе, Артур. Ты был мне хорошим другом. Давай без сантиментов. Иди скорее, пока все еще тут тихо. Даю тебе на это свое благословение. Спасибо, Артур. Типа бегут все пока могут, да? А кто это был какой-то тревонь? Кто это вообще? Я искал твой друг. Мистер Морган. Мистер Морган, добрый день. Как самочувствие? Получше. Надеюсь, что так. Мне жаль, что снова приходится вас спросить. Но мне кажется, что я добился успеха в мирных переговорах. В чем дело? Думаю, что полковник Феррворст согласится с нами что-то обсудить. Наши взаимные претензии. Да, я уже сбился за счет в попытках посчитать, сколько они мне должны. Но, быть может, на этот раз, наверное, он хочет мира. Зачем ему еще больше унижать нас? У нас есть слова для таких, как он, но они неприличные. Может, вы выполните мою последнюю просьбу? Моим людям запрещено носить оружие. Значит, вы хотите, чтобы мы проследили? Да, там будет много скучных разговоров и церемоний. Но мне кажется, что если со мной будут не только люди из племени, у них будет меньше возможности солгать или что похуже. Помогешь, Артур? Это меня не касается, брат. Я знаю. Но касается меня. Сделай это ради меня, Чарльз. Я спас тебе жизнь. Когда? Сделай это ради меня. Ладно. Пошли. Вы перед ним в долгу? Пусть он проведет за вас переговоры. Идем. Ну, когда ты жизнь спасаешь? Чуть не помню. А нифига, жизнь спасать было, если хочешь сразу забирать ее. Давай, поехали. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я не могу читать ехать. Даче не нужно было вмешиваться. Мой сын принимал решение сам, иногда во вред себе. Я просто надеюсь, что они все смогут договориться с полковником. Я не прошу о многом. Но когда наш народ страдает от голода, и мы узнаем, что лекарства и провизию сознательно удерживают, как мы можем не считать это своими личными делами? Когда они уничтожают наш святыник, как мне убедить парящего орла и всех остальных, что они не должны сопротивляться? Может именно поэтому он так и поступает? Потому что хотят, чтобы вы начали войну? Чтобы они могли сказать, видите, как ведутся эти дикари? Возможно. Артур, спасибо за то, что помогли капитану добыть вакцину. Он будет на встрече, и увидит, как встать дела на самом деле. И все еще надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению. Надейся. А я что-то на это не надеялся бы. Вникая же самая вероятность всего этого. Вникая же самая вероятность всего этого. Так, ну мы теперь просто едем тихо, спокойно, размеренно. А языки, короче, это наши друзья. Поехали дальше. Ничего себе там стальные копыта. Ладно, пошли разбираться. Сутулый чувак. Не, ну классно сделали, прям персонажа передают. Я таких, как ты резал, понял? Вот тот же. Сразу отвернулся, знает, кто тут опасный. Полковник, капитан. Мы пришли с миром. И снова здравствуйте. И эти двое кто? Они друзья моего народа. Интересные у вас друзья. Да, и они никому не причинят вреда. Надеюсь. Послушайте, мистер... Вождь. Да, мистер, я не могу общаться по этому нелепому титулу. По-английски меня зовут Падающий Дождь. Да-да, конечно. Слушайте, мы тут все американцы, и мы все хотим решить эту проблему. Но, но. Но, если честно, я ничего не понимаю. Ваши люди, по-моему, просто-напросто преступники. Нарушать каждый заключенный нами мирный договор и мешает всем жить. Я горжусь тем, что являюсь джентльменом. Реально, я делаю. Но всему есть предел. А, как не вовремя. У вас все нормально? Уведите его. На чем я снялся? На том, что вы джентльмен. Не всегда. Вы шутите, сэр? Сюда приедете. Капитан Монро, я спросил, вы шутите? Нет, сэр, не шучу. Вождь, вождь. Вообще-то, падающий дождь. Именно, вождь-дождь, дело в том, какой у тебя кашель. Ага. Жди здесь, я принесу воды. Все в порядке. Спасибо. Нет, нет, ты же знаешь, он отдаст Монро под трибунал. Или хотя бы попытается это сделать. Он его позорит. Монро, он хоть и... Но, похоже, человек неплохой. Ты же знаешь, просто он считает, что так надо. Кто это говорит? Потому что он думает о Монро, что чей-то агент. И он связан с похищением вакцины. Плохо делал. Я думаю, что Монро заставит его поймать, пойти на уступки индейцам. Поэтому он хочет устранить Монро. Каким образом? Хочет его судить. И поверь... Чё? А прям не видно, да? Каково дело, да, индейцев? Он никогда никого не устраивает. Делал на этом карьеру. Ты же знаешь, что про него говорят. Он дал стрекачать человека, опозорившийся на битве. Что? Бедный Монро, он даже... Чё, понимаю. Но всё равно он был какой-то странный. Ваши люди нарушают договор, а договор аннулирован. Мне поручено заключить новый договор. Карл лучше? Да, пошли. Вперёд. А земля, которую вы сейчас занимаете, принадлежит правительству Соединённых Штатов. Почему это так сложно понять, сэр? Почему? Потому что мы жили здесь. Всего доброго, полковник. Встреча оказалась на редкость непродуктивной. Чарльз, полковник, я больше... Боюсь, что требования федералов. Властям нужен мир для всех. И они считают, что договор никто не нарушал. Ах, вот как, сэр. А нужен ли властям офицер? Публично проявляющий неповиновение. Это тоже часть правительства вам плана, сэр? Вы оскорбляете меня. Вы оскорбляете полк. Арестовать этого человека. Это неповиновение. За невыполнение приказа. За измену. Вы в своём уме? А вы украли вакцину. Вы сорвали переговоры. Отпустите его. Это же никакие ворота. Я... Монро, пойдём. Я... Амиго, я бы на твоём месте захлопну пасть. Я не хочу убивать этого человека, но придётся. Бери руки. Нам надо уезжать. Дайте убить капитана. Ах, ты же Сагин сын. Что такое? Я бы успел. Чё-то они меня быстро убили. Да я бы успел ему в голову всадить. Вы чё? Чё я не смог стрелять ему в голову? Чё, нельзя что ли убивать его? Да ладно. Проблем не будет. Будет убит он. И что, у меня нет запрета на убийство его? Алё. Никакого права выбора. Всё-то они не смогли продумать. Всё, скачем отсюда. Они у нас на хвосте. Ненадолго. Лошара. Мне просто нравится, убивайте, когда они с лошадей слетают. Это более прикольно смертель. Укрытие. Чё, битва должна быть теперь? Какой здесь армия взялась-то? Алё. Это вообще какой-то фермер бегает. Собак. Ну же. Что, сзади теперь? Кто? Где? Я лучший стрелок, ребята. Представьте, как у них плохо с кадрами, если я у них лучший стрелок. Где ещё? Яйки. На! Фак, 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 фак. Мантим, мантим, мантим. Вернись к капитану. Да я возле капитана, я просто стратегически отступаю. Меня тут просто стратегически убить пытаются. Собаки. Где ещё? Кто ещё? Это было предназначено быть правой! А, кто-то пришёл. Всё. Секунду. А, да, вот принесли, поставили, заметил. Ровно в 12. Нам тут лучше не оставаться. А, он бежит за мной. Я езжу, как отъявленный маньяк, так что. Почему мне не дали... Что за... Да я с радостью бы. Я просто лошадь тупая. Стой! Стой, сволочи! Что происходит? Стой! Ту! Я думаю, что мы наконец-то в открытии. Все, кто-то в порядке? Не реально. Что мы сейчас делаем? Ты отходи. Быстрее. Идите на станцию. Я не могу поверить, что это просто случилось. Я послушал их разговоры. И вас собирались повесить за предательство. Вы не должны погибнуть из этих дураков. А, вождь? Сейчас об этом не беспокойтесь. Наверное. Рапорт я подать не смогу. Да, пожалуй. И что, теперь посадим его, чтобы он уехал? Уезжайте, капитан Монро. Боюсь, теперь уже просто мистер Монро. Жаль, что ваша карьера подошла к концу. Держите. Немного денег. Берегите и уезжайте отсюда. Начните новую жизнь в другом месте. Говорят, на Таити хорошо. Спасибо. Садитесь на поезд до Сандели, а дальше на корабль. Только на Гуарму не надо. Куда? Не важно. Надо обидным. Увидимся в лагере. А если у него жена, дети? Пастор. Пастор. Что вы тут делаете? Я ухожу. Решили бежать? Да, наверное, я... Я решил сбежать. Я пытался вразумить Датчу, но он... Последнее время очень странный. А как же женщины? Малыш Джек. Вы их бросаете? Я предложил им тоже сбежать. Но они не захотели уйти со мной. Я изменился. Я уже не тот, что прежде, Артур. Я не собираюсь умирать из-за выдуманной... Выдуманной глупцом ерунды. А я не изменился. Я все такой же плохой человек. Может, ваш путь не ведет к изменениям? Мой путь подходит к концу, пастор. Уж поверьте. Я знаю, сын мой. Знаю. Такой оттел. И я знаю, что вы встречаете свою судьбу как мужчина. Как воин. Потому что это ваша сущность. Этим все и исчерпываются. Боец. Убийца. И безумец. Пусть так. Но жили вы по-своему. И умрете по-своему. Но в то время же, что вам отведено, не идите на компромиссы. И тогда вы совершите все, что должны. Посмотрим. Мне не нужно смотреть. Я все знаю. Продолжайте бороться. Хорошо. Удачи вам. Будьте честны перед собой, мистер. А ложь и лицемерие оставьте на долю таких глупцов, как я. Распадается наша банда. Распадается. У вас не открытые письма или посылки. Сюда. Забрать почту. Письмо. 450 бочей. Уважаемый мистер Килгор. Я очень сомневаюсь, что вы читаете литературную рублику. Бля. Бла-бла-бла. Нафигня какая-то. Черт, ну вылази оттуда, давай. Свидетелей тут нет. Это хорошо. Нет свидетелей, нет проблем. Так, что у тебя можно украсть? Сменить, сменить, взять. Сигареты. Курение убивает, видишь. Свидетель. Нет свидетелей. Так. Дальше мы прямым, прямым путем едем в Сандали. Но, наверное, Сандали мы оставим на следующей серии. Так, по дороге поездим, побалуемся, поубиваем всех, кого не лень. Чтобы пользоваться дирижансом, выплатите штраф. А это кто такие? Это город целый, отличается. Ну, это небольшой городок, да? В розыске. Да, господи! Так, надо очистить лошадь. Не могу. Ну и не буду. Зачем он все это убирает, вешает? Почему они недоступны сразу? Пусть будет небольшая охота на меня. Еще не могу это очистить. Нужна для... Щетка для лошади, чего у меня нету, что ли? Ау! О, брат. Как нету счет? Я это что такое? Вот счетка же, счетка. Давайте тебя выглядим красиво. награда 70 баксов блин я бил там человека мне только 70 баксов закинули так еще по пути есть что-то где я не был наверно вряд ли он так будет подсвечиваться пока я конкретно не не найду скажем так ты ранил мою лошадь это у нас что есть кто амон работает не работает почему никого нет и стесняйся приятель ты сбил мою лошадь не стесняйся прядь нас тут все свое все свои прядь раз ты не хочешь присесть дать ногам отдохнуть а да у нас тут просто праздник почему ты не сказал что у нас гость и я бы вышла в таком виде ты так хорошая принцесса что происходит я не гость мисс я просто проходил мимо глупости заходите отдохните немного еда как раз пылу жары у нас есть булочки которую мы берегли с самого начала значит решена пора заходите нет не нравится спасибо за предложение но я лучше пойду да перестань разве можно отказываться от горячей еды и приятной компании я пошел открывать бутылку вы че меня сожрать хотите может поверишь что она там такая то давай сядем по терапии и и а то может она и услышит ну вот эй разве это не прекрасно один из тех моментов которых так не хочется отсюда поспать но я сказал я могу остаться ненадолго а ты представь что мы просто старые друзья их жизнь штука короткая но веселая а вот и мы налетай надеюсь мальчики у вас не слишком тугие пояса восхитительный аромат да еда пахнет недурно ну перестань ну как те неплохо необычно мясо такое нежное знаешь когда здесь было когда-то была здесь свиноферма когда мы были детьми до того как умер мама и папа ужасная трагедия ужасная но зато мы есть друг у друга ведь правда это моя милая еще умеем как следует поджаривать бекон вот это тебе да вот ага это странно боже где мои манеры выпьем да мне выпить точно не помешает у я говорю добавить те храбрости думаю храбрости ему хватает мы можем тебе поможем расслабиться да и ладно чё не убьете же у меня это что за пойло старый рецепт изготовлен в 1894 году меня будто по голове ударили я-то думала у нас тут мужчина а не мальчик ты мне вот хула спаде напугал меня этот вызов бросаешь и почему бы что это все вылезли мне даже тупо интересно наконец-то забери его деньги положить за мамой а игра игра просто грабеж и я-то думал это вообще что было ха они не могли меня далеко забрать да ими ответят они положили за мамой за портретом и 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 ходи ко мне почти дома найдите свои деньги то есть это пола еще и убить не должно было убил я вас жирное животное вот за мамой конфеты патроны вот да ладно это не могут быть мои две тысячи баксов цель за пола такой то есть они довольны меня просто так споить и убить да сволочи она еще не появилась тупо взяла нож пошла нами что-то взять это было неожиданно если честно хода и так и промышляли одесса себе отказался бы пить чё был тогда нафига на счет ножом на меня поперлась книжка жили не тужили блин да так что мы имеем здесь кафе кровать тумба не дурно жили скажи вам ничего нет еще не могу здесь бегать так бесит фотография на них вычеркнули интересно почему то есть мы их историю особо не узнаем что они уже мертвы у них был что ребяток что ли и тащить нечего ладно значит что мы можем мы говорим сохранить да и всем пока а а а а а а а